Высотные дома, широкие дороги, необходимая инфраструктура. Совсем скоро район Зелёной Балки будет не узнать. По плану проектной организации хаотичные застройки будут снесены. На их месте построят новые многоэтажные дома. Архитекторы уверяют, снос малоэтажных объектов мира необходимая. Только так специалисты смогут подвести инженерные сети. Мы предлагаем сейчас. Там пятиэтажные, девятиэтажные жилые дома со всеми инфраструктурой, школами, детсадами и торговыми центрами. Ну как нормально функционировал этот участок города. По плану реконструкция микрорайонов Коксай 2 и 3 должна не только преобразить внешний облик города, но и улучшить качество жизни населения. Сейчас жилой фонд района составляет более 174 тысяч квадратных метров. Под снос попадают строения на 14 тысячах 860 квадратных метрах. Сами жители микрорайона Коксай к предстоящей реконструкции относятся по-разному. Одни за глобальные перемены, другие против. Ну зачем их ломать? Пускай они можно обновить и пускай эти люди живут, потому что на очередь становятся. А кому квартиру дают, а их ломают. Зачем ломать? Пускай туда заселяют, других ждут, пока построят дома. Правильно же? А ломать не надо. 30 лет я здесь живу. Думаю, обеспечить. На улице не оставить, по-моему. Ну если квартиры там дадут, в хорошем районе, то можно. А так не знаю, не могу сказать. Вопрос реконструкции районов Коксай 2 и 3 поднимали не раз. Власти уже предлагали снести дома на Халовке. Много десятилетий назад именно так в Шумкенте образовалась зеленая балка и целый район, прозванный в народе привокзалка. В этот раз, уверяют архитекторы, проект непременно воплотят в жизнь. Этот район находится вдоль железной дороги магистральной. Тем более, с другой стороны многоташки существует, а с другой стороны сараюшки. Поэтому его не могли снести. Мы предлагали при Советском Союзе. И этот вопрос всегда упирался в деньги. Самовольно захваченной земли в Шумкенте немало. Уже выявлено 452 участка на площади 39 гектаров. Такие факты зарегистрированы в жилых массивах Курсай, Сайрам, Тасай, Исфиджаб, Абдулабад, Бадам-2, Карабастау, Жалум, Бадам-1 и Азад. Пока за нарушение земельного кодекса горожане отделывали штрафами. В прошлом году их было выписано более чем на 70 миллионов тенге.